Сегодня Кировскую область с рабочим визитом посетил заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Владимир Лебедев. В частности, на совещании с участием замминистра были рассмотрены проблемы, которые волнуют всех охотников и рыболовов. Подробнее Андрей Дозорцев. Кировская область не случайно считается одним из охотничьих регионов государства. Этому способствуют и значительные лесные площади, и запасы охотничьих животных. Добыть зверя или дичь в область приезжает из других субъектов и даже стран, поэтому возникающие проблемы в этой сфере для региона актуальны. В совещании с участием замминистра отличная возможность получить ответы на волнующие вопросы. Один из них возник из-за противоречий в законодательстве. С проблемами столкнулись охотпользователи. Прокуратура через суд стала принуждать их заключать договора аренды лесных участков для ведения охотничьего хозяйства. Основная проблема в том, что выполнение условия договора аренды ставят под вопрос возможность ведения самоокупаемого охотничьего хозяйства. Это вызвано тем, что помимо затрат на разработку проекта освоения лесов, оцениваемых в значительные суммы, потребуется содержать штаты и технику для проведения мероприятий по защите леса. Из-за этих требований встает вопрос о существовании охотничьих хозяйств. Выходом из ситуации должно стать исключение их деятельности из видов лесопользования и упрощение процедуры предоставления участков для создания биотехнических сооружений, элементов охотничьей инфраструктуры. В министерстве такую позицию поддержали. Требовать заключение договора аренды на самом деле нужно только в случае, когда идет вольерное разведение, тогда все понятно. А с точки зрения площадей по биотехнию, раз, и на всю площадь охотничьего хозяйства, это полная дурь. И в моем понимании эти вещи надо исключать. Еще одна проблема волнует охотников, которые используют охотничьих собак. Сегодня проверка рабочих качеств питомцев может быть проведена только в сроке охоты. В результате в одно и то же время в одних и тех же угодьях пересекаются участники испытаний и охотники, которые в них не участвуют. Это приводит к конфликтам. Таким образом, все эти моменты не способствуют племенному разведению охотничьих собак и приобщению охотников России к правильной охоте. Охотники просят дать им дополнительное время для испытания собак. Владимир Лебедев, который признался, что и сам собачник, с доводами охотников согласен, но далеко не со всеми. Мы готовы расширить сроки охоты для того, чтобы была такая возможность. Сказали, с 20 июля, к примеру, давайте на неделю для собачников увеличим. Тогда, когда с оружием еще охотиться нельзя, нет проблем. Самая основная проблема другая. Когда вы начинаете говорить, дайте нам весну, мы слышим и другие организации, которые занимаются охраной природы, и это тоже компетенция Минприроды. Они говорят, ну побойтесь Бога. Всегда, во все времена, всю жизнь, во всех странах, период размножения охранялся. А в это время, извините меня, которые просят, глухарь сел на яичко, тетерев сидит, ряпчик сидит, лось родился маленький, а что такое, спугнули маточку, что потом происходит, она улетела. Я таких лосят подбирал у себя. Замминистр обещал, что правильные решения будут приняты, и предостерег охотников от активного продавливания своей инициативы. Все это может привести вообще к запрещению охоты весной. Такая тема тоже возникает. На совещании затронули и проблему браконьерства, особенно в рыболовстве. Китайские сети стали просто национальным бедствием. Самое лучшее решение – это забред продажи. И он кардинально все решит. Я не понимаю, почему на сегодняшний день Государственная Дума не принимает эту тему, создается впечатление. Находятся на каждом этапе люди, которые находят аргументы. Вот эти картинки, значит, с рыбой, с икрой, я вижу уже 50-й раз. Я только не понимаю, что мы должны делать, а вопросы нам задают, и, безусловно, народ не понимает, почему мы никак не реагируем на эти вещи. В министерстве пообещали, что вопрос без внимания не оставят. Свою помощь предложил Никита Белых в части направления законодательной инициативы от субъекта. Он также поручил обсудить вопрос с возможным запрещением продажи китайских сетей в общественной палате региона. Андрей Дозорцев, Игорь Охотников, Вести, Кировская область.